Что-то раньше есть. Покопайтесь в истории Румынии, потому что это 19 век румынская песня. Покопайтесь, найдите. Но факт в том, что написал гимн Израиля румынский еврей, и он взял эту мелодию. А тут происходит наоборот. Псалом 132. Как хорошо и приятно быть братьям вместе. А взяли в гимны надежды Нина Ариоревна, покойная Волкославская, взяла и написала на нее русский... Я думаю, что есть же русский вариант этого. Есть вообще сборник Языкова и Пастернака, и там переводы поэтические, традиционных, еврейских этих. И там, как хорошо и приятно жить братьям вместе. А у нас пришло солнце, закат, золотист. Поэтому я говорю, это, как говорится, перекрестное опыление культур. Поэтому, что поделаешь, когда я слышу мелодию, то мне хочется встать, потому что это гимн моего государства. Правда, иногда, правда, иногда, потому что это румынская песня, ее могут петь слишком так, вольготно. Я думаю, ну почему не торже... Нельзя так петь. Ну гимн же должен торжественно играть. Вот, хорошо. Мы продолжаем изучение самой главной главы Священного Писания. Я надеюсь, вы постепенно начинаете понимать, что это таки универсальная глава. Она раскрывает план спасения через прообразы. Вы знаете, есть такая притча. Был один человек, который был слепой, бездетный и бедный. И вот однажды является ему ангел с неба и говорит, о твоем несчастье на небесах было узнано и тебе дается такой шанс. Ты можешь сказать одно желание, одно желание можешь сказать. Да? И что бы ты не пожелал, будет исполнено. Ну, это одно желание, у него три проблемы. Он бедный, бездетный и слепой. А ему нужно одним желанием три проблемы решить. Что он загадал, как вы думаете? Ну, почти правильно. Хочу увидеть моих детей, пьющими чай из золотых чашек. Так вот, Левит 23 глава это такая универсальная вещь, изучив которую, вы изучите все. А в плане спасения что надо. Понимаете? Все сразу. Вот. Хорошо. Пойдемте дальше изучать. Мы с вами изучили про праздник Пасху. И дальше у нас идет следующий праздник. Давайте будем читать Левит 23 главу. Читаем с 15 по 21 стих. Покажите нам, пожалуйста. Отсчитайте себе от первого дня после праздника до того дня, в который приносите сноб потрясания от того дня, в который приносите сноб потрясания семь полных недель. Окей? То есть, когда приносится сноб потрясания, написано от первого дня, отсчитайте от первого дня после праздника от того дня, который приносите сноб потрясания. В какой день приносится сноб потрясания? Первый день после субботы. Это тоже праздник, праздник, это все слова шаббат. Вообще, дело старое, я скажу. В Талмуде мало что говорится про саддукеев. Но в Талмуде написано, что между фарисеями и саддукеями был спор по поводу как отсчитывать. фарисеи считали, что отсчитывать надо после Пасхи. Сразу. То есть, вот 14 Несана, предположим, вторник, 15 Несана приноси сноб потрясания. Это будет среда по-нашему. И отсюда отсчитывай 50 дней. Саддукеи же считали от первого дня недели. То есть, Песох у тебя во вторник среда, четверг, пятница, шаббат. И вот приносишь потрясноб, первый ячменный сноб приносишь первый день недели, то бишь воскресенье по-русски. Лично я, то есть, спор старый, но лично я в этом споре, как ни странно, но поддерживаю саддукеев. Знаете, почему? А представьте себе, у вас в Песах в пятницу, и вы пойдете в субботу с серпом срезать первый ячмень ваш. Не пойдете. Поэтому я понимаю, это может звучать типа, вот, ты католиков поддерживаешь, но Иисус таки воскрес в первый день недели. Да, первый день недели. Ну, воскресенье это по-русски, а так первый день недели. Да. Нет, когда начнешь сжать жатву. То есть, ты должен начать сжать жатву. То есть, ты начал работать. То есть, ты начал работать. Вот. Поэтому здесь вот таким вот образом идет отсчет пятидесяти дней, да, читает им шестнадцатый стих. До первого дня после седьмой недели отсчитайте пятьдесят дней. Понимаете, откуда? Тут у вас два слова. В пятнадцатом тексте семь полных недель. Да. Ну, понятно. Семь полных недель. Неделя на иврите это шаво. Семь недель это шавот во множественном числе. Поэтому называется шавот. А дальше текст пятьдесят дней. То есть, подсюда слово пятидесятница. Это одно и то же. Это пятьдесят дней. И написано принесите новое хлебное приношение Господу. Новое хлебное приношение Господу. Почему новое хлебное приношение? какого хлеба? Дело в том, что начинается сбор с ячменя. То есть, сразу после Песоха начинается сбор ячменя. В течение пятидесяти дней созревает пшеница. И вот праздник Шавот празднуется как урожай пшеницы. В принципе, перед нами три паломнических праздника, которые связаны с урожаем. Давайте о них прочитаем. Книга Исход 23 глава. Книга Исход 23 глава. Сейчас с 14 стиха с 14 по 17 текст. «Три раза в году празднуй мне. Наблюдай праздник опресноков. Семь дней ешьте пресный хлеб, как я повелел тебе, назначенное время месяц лавива, ибо воном ты вышел из Египта, пусть не является предлицом и с пустыми руками». Это вот первый праздник опресноков. Праздник потрясения. То есть идет опресночная неделя, которая начинается всегда, в которую происходит вот этот вот день потрясения снопа. Ячменный сноп это Омер. И вот как только первый раз был потрясен сноп, посвящен Господу, начинает считаться каждый день. То есть интересно, что в синагогах до сих пор есть такое понятие счет Омера. То есть иудеи приходят на утреннюю молитву и там обязательно есть благословение, в котором они молятся и благословен Господь Бог, Царь Вселенной, который позволил нам дожить до сего времени. И вот мы отчитываем такой-то день Омера, такой-то день. То есть они буквально, нам же написано отчитай. Но вот они каждый день буквально отмечают и отчитывают. Причем интересно, что у них в это время у ортодоксов даже так и называется. Такой-то день Омера произошло то-то и то-то. Например, у них есть 33 Омера. То есть 33 день после праздника потрясания СНОПа, они по-еврейски это называется Лак Баумер. И это день шашлыков. Это национально... О, кстати говоря, типичный пример национального праздника. То есть если вы в Израиль попали... А? Были, да, дядь Монана? Да. Если вы в это время попали в Израиль, то весь Израиль пахнет и дымится. И места в парке вы не найдете, потому что весь Израиль жарит шашлыки. Это национальная традиция. Она связана с более поздней историей уже после разрушения храма. История, она напоминает историю адвентизма в Молдавии. когда адвентисты вот в семинарии подпольной как рассказывали под руководством брата Мельника уходили грибы собирать. Так вот это оказывает ну от КГБ так я рассказываю, да? Вот так мне по крайней мере рассказывали, потому что я когда был в Заокске вот то приходили с Молдавии братья засчитай нам кредиты. Мы тут проходили учебу. Да, мы тут грибы собирали и нам лекции давали. Так вот это оказывается не новое изобретение советской действительности. Вот это изобретение впервые изобрели где-то в 140 году. Вот и это было связано с тем, что было восстание, очередное восстание Баркохбы. Римляне запретили обрезываться, изучать Тору, позакрывали все ешивы, все школы, все синагоги и ученики уравинов так учились, они брали луки, ходили на охоту, кого-нибудь подстреливали какого-то оленя и под костерок, когда они жарили этого оленя, они проходили Тору. Ну, я говорю, это было до вальденца. То есть, это, ну, вот вам разница, это национальная, то есть, это национальный праздник, вот Лак-Баумер называется и вот таким вот образом он ценно. Но это не господний праздник, это национальный праздник. Да, на 33-й день после Пасхи, то есть, пожалуйста, можно устраивать здесь костерок и приглашать вот гостей. все с удовольствием придут на Лак-Баумер, но заодно им следует напомнить, что поджарку шашлыков обычно Тору изучают. Поэтому таким вот образом. Вот. Но по изучению Торы, по изучению давайте читать дальше. Вот у нас опресноки. 16-й текст покажите нам. Исход 23-16. И наблюдай и праздник жатвы первых плодов трудва твоего, которые ты сеял в поле, в праздник собирая. То есть, вот, видите, праздник первых плодов, которые ты сеял в поле. Вот они, эти первые плоды. Вот это пшеница. Вот. Кстати говоря, вы знаете, какое знаменательное событие произошло, описано в Библии, на праздник первых плодов? Радостное такое, связанное с родословием Иисуса. О, я вам не скажу, а у нас кто додумается, о вопрос, кто додумается, приз будет. Думайте. Вопрос. У нас серьезный приз есть. Мы сидели с Анатолием, думали, как этот приз разыграть. Так вот, вопрос. На праздник, еще раз, на праздник жатвы первых плодов труда, то есть на шавуот, на время уборки урожая пшеницы, произошло знаменательное событие, которое имеет отношение к жизни и родословию Иисуса Христа. О, так. Ну, не, не, не проблема, не проблема. Двое человек. Двое человек ответили, они приз имеют. О призе чуть позже расскажу. Все, приз завоеван. А, ну да, ну все, двое, все, нет, все честно. Приз завоеван. Вы поняли, что произошло? Свадьба Ваоза и Руфи. Да, приз поделен. Приз покажу чуть попозже. праздник праздник плодов в конце года, когда уберешь с поля работу твою. То есть, вот первая строчка, это праздник жатвы первых плодов, это шавот. А как вы думаете, что такое праздник собирания плодов в конце года? Как он называется? Сукот кущи. Надо было еще один приз. приз. А у нас есть призовой фон? А, о, хорошо. Хорошо. То есть, вы видите, какая ситуация? И прочитаем 17 текст. Три раза в году должен являться весь мужской пол перед лицом владыки Господа. То есть, три раза в году праздники, на которые нужно являться перед лицом владыки Господа. Первый мы с вами разобрали. Это праздник, связанный с Песохом и с опресночными днями. То есть, это первое паломничество. А второе паломничество это Пятидесятница. Кстати говоря, написано не являться с пустыми руками. Что это означает? Дело в том, что в то время чек выдавали не два раза на месяц и не раз на месяц, а чек выдавали три раза в году. Поэтому во время Песоха отчислялась первая, вторая десятины, во время Шавота отчислялась первая и вторая десятины, и во время Сукота отчислялась первая и вторая десятины. То есть, вот таким образом оно функционировало. Потому что до этого, ну то есть, бумажных-то денег не ходило. И скажу вам, в той экономической ситуации, а мы, перед нами документ 14 века до нашей эры, ой, можно потом на вопросы от начатки это немножко другое. Относится, но я не хочу затрагивать вопросы именно финансовые. Но суть вот в чем. Вот это вот праздники такие. А, спасибо. Документ 14 века, он говорит до нашей эры, то есть, это та реальность. То есть, та реальность заключается в том, что золото, ну, бумажек, купюрок нету, а золото, серебро, это, конечно, интересный металл. Но если у тебя не урожай, а в подвале лежит мешок золота, ты с него детям кашу не сваришь. Понимаешь? То есть, у тебя из экономической точки зрения продукт земли это неинфляционный товар. А вот золото и серебро у него как раз есть инфляция. Потому что если у тебя, если тебе надо купить, пойти овечку, а на рынке их нету, то тебе, наверное, чтобы найти и убедить кого-то продать тебе овечку, тебе надо будет принести этому много золота и убедить, что в следующем году он его сможет на что-то потратить и будет лучше. Понимаете? Потому что кушать-то надо что-то, люди еду придержат. То есть, вот такая ситуация. Значит, шавод, что это за праздник? Только лишь это урожай. Давайте вернемся, будем смотреть Левит 23 главу. Покажите, пожалуйста, что сейчас 17 текст. От жилищ ваших принесите два хлеба возношения. То есть, вы видите, то был сноб возношения. Кстати, сноб ячменя это начатки. А это тоже начатки. Но это хлебы возношения, которые должны состоять из двух десятых частей ефы пшеничной муки и должны быть испечены кислые, как первый плод Господу. Что значит кислые? Квасные. А как так может быть? Неужели закваска это не грех теперь? Не грех. Наша вот закваска не грех, потому что грехом является старая закваска, а это новая закваска, и поэтому на шавод никто не страдает непроходимостью кишечника, накушавшись мацы, а все прекрасно кушают новую, свеженькую, только что из тандура испеченную питу, которую многим нельзя, включая тому, который перед вами стоит. вот, но тем не менее, и опять же, вместе с хлебами, 18 текст, представьте семь агнцев без порока однолетних и из крупного скота одного тельца и двух холна, да будет это во всесожжение Господу. Приятное благоухание, хлебное приношение, возлияние с ним жертву, приготовьте приятное благоухание Господу. Приготовьте из стада коз одного козла в жертву за грех и двух однолетних агнцев в жертву мирную. Священник должен принести это, потрясая перед Господом вместе с двумя потрясаемыми хлебами первого плода и с двумя агнцами. Все это будет святынею Господу, священнику, который приносит это, принадлежит. Созывайте народ, в сей день священное собрание да будет у вас. Никакой работы не делайте. Это постановление вечное во всех жилищах ваших, в роды ваши. Это интересный вообще праздник Пятидесятницы. Его очень мало кто серьезно понимает. С одной стороны, с одной стороны, этот праздник, вот этот текст является очень интересным и важным примером того, что на сегодняшний день ни одно из записанного, из повелений, записанных в книге Левит, 23 глава с 16 по 21 стих, буквально исполнить невозможно. Я почему об этом говорю? Сегодня находится, причем этот вопрос поднимает именно христиане, сегодня находятся христиане, которые говорят, о, Бог повелел нам соблюдать субботу, так и праздники тоже будем соблюдать. Но тут проблема. Если про субботу сказано понятное, четко, не делай вон и день никакой работы, то что нам делать вот с этим праздником идти на день Пятидесятницы покупать или печь хлеб, ну, спечь хлеб мы и спечем. Даже, может быть, найдем поле, на котором нам разрешат принести это, срезать колосья пшеницы. И мне кажется, в Калифорнии, наверное, можно найти, где зреет пшеница в это время, потому что кто ездил в Израиль, звонят, спрашивают меня, а какая в Израиле погода? А такая, как у вас, такая и в Израиле. Одинаковая погода, в принципе. А, ну, это если вы зимой ездили. Да. А, ну, там засухи такие тоже бывают. Что здесь, то там, то здесь. Одинаково, похоже. Вот. Но проблема в чем? Взяли мы, испекли, сделали квасными. Что дальше? Где искать священника? Что, брать билет на самолет, ехать туда на храмовую гору, отдавать его этим вакфу местному, который там наверху мечети держит? То есть, нет возможности, не существует сегодня храма, в котором мы можем буквально взять и исполнить эти заповеди. Понимаете? но тогда, услышав это, найдутся и другие христиане, которые скажут так, о, это все нам не надо, это все праздники Ветхого Завета, это все нам не нужно. И, кстати говоря, вот именно из-за этого, я вам скажу прямо, происходят в христианстве перекосы в язычество. Знаете, когда мы говорим, нам это не надо, а человеку-то ведь праздник хочется. если это не надо, то что тогда можно? Ну, что можно? А вон Хелловины до Крисмаса, понимаете? И вот я скажу, мы, я не знаю, как у вас здесь, но я приехал, когда переехал в Портланд и несколько моих суббот был в русской церкви, так меня засыпали вопросами. Что в Портланде, что в Сиэтле, что в Сакраменто? Одно и то же вопросы, но это не вопросы, это, скорее всего, выражение возмущения. Нашим людям непонятно, что у американских наших собратьев, адвентистов седьмого дня, по всех домах елки, под елками коробки, они еще в какой-то красный колпак одеваются. Понимаете? А и у вас эти вопросы есть. Ну, очень хорошо. Это серьезная проблема, потому что у нас в Советском Союзе были утренники, я не знаю, да, и вот снегурочка, да, все прекрасно, елка, елочка, зажгись и огнями засветись. Это все для, ну, что смешного, я в садик ходил, я это все запомнил, вот. А тут же оно интересно-то сделано, тут же у американцев чуть ли не под елочкой сам Христос родился. У нас же та елочка, это игрушка новогодняя, а у них это все Крисмас. В одном пакете Христос родился в Вифлееме, а в другом пакете подарочек, консоль игровая. Понимаете, мирские американские дети пишут Дедушке Морозу, то бишь Санта-Клаусу, пришли нам с Амазончика консольку новую игровую, и родители, понимаете, эти письма читают и пытаются веру в Санта-Клауса не подорвать. А христианские дети вот у них получается в голове Вавилон, потому что как в паблик скул ходят и видят своих неверующих или таких, знаете, таких, они же все американцы, верующие, да, ну, такие, верующие, понимаете, да, вот, и потом приходят и говорят, а мне тоже, вот, и что делать, Санта-Клаусу писать письма, или Иисусу, или куда, или что, и под елку, что там выставлять, в общем, проблемка-то отмени, забери, отдать-то что, вы понимаете, нельзя легко сказать, но старой советской лицедейской постановочке, помните, полуниный лицедей, там нельзя, нельзя, а этот стоит-стоит, зя-зя, понимаете, забрать что-то теоретически легко, дать нелегко, а Библия-то ведь дает, понимаете, не обязательно что-то себе такое выдумывать, ритуалы какие-то, но Библия дает много поводов веселиться пред Господом Богом, а не перед коробкой с подарками с Амазона. Веселиться надо, ешь, пей, веселись пред Господом, понимаете, оно, Библии все предусмотрено, Пятидесятница. О чем веселимся? Ну, мы с вами прочитали только что 50 дней от первого снопа, то есть от Песоха, грубо говоря, отсчитай 50 дней. Когда мы с вами, друзья мои, рассуждаем о любом празднике из Левит 23 глава, я думаю, вы уже методологию немножечко ухватываете. Надо сначала посмотреть, с каким историческим событием в жизни израильского народа это связано. Песох связан с исходом. А что вот, 50 дней после исхода, что было, давайте посмотрим, посмотрите, покажите мне, пожалуйста, исход 19 главу. Да. Первый текст. Третий месяц по исходе сынов Израиля из земли египетская в самый день Новолуния пришли они в пустыню Синайскую, то есть если возьмете 15 дней первый месяц, второй и третий день Новолуния вы получите 42 дня. Пришли они в пустыню Синайскую, дальше они готовились 3 дня, дальше они слышали закон, дальше они заключали завет. Вот оно оказывается. То есть Пятидесятница связана с очень важным событием, друзья мои. Это событие связано с тем, что в этот день дважды такое было в библейской истории, дважды такое было в библейской истории, что в этот день Бог своими устами вслух всех, кто находился у подножья горы Синай, говорил десятисловный закон, фактически провозгласил небесную конституцию. Такое было дважды в истории, что Бог говорил вслух всего народа, и все слышали глаз самого Бога с неба. Второй раз, когда это было, кто может? Нет, на горе преображения это не было, потому что там их трое было. Все сын мой возлюбленный, видите, трудно здесь делать викторину на розыгрыш, все сразу все знают. Вот. Все сын мой возлюбленный, вы видите, что стоит на одной ступеньке? Вы знаете, меня вообще просто, я диву даюсь от того, когда я слышу размышления христианских проповедников о том, что закон это закон, а благодать противоречит закону. Как можно так рассуждать, если эти слова сказал Бог, сам Бог с неба собственным голосом лучше всего народа, и эти слова все сын мой возлюбленный, как можно закон противопоставлять Иисусу? Как можно это только вот этот греческий философ, еретик Маркион, такая ему сумасбродная идея пришла в голову, понимаете, сказать, что это разный Бог, Ветхого Завета и Нового Завета, это два разных Бога. Тот же самый голос сказал десять правил, десяти слове, и тот же самый голос сказал, все есть сын мой возлюбленный. Другого пути нет, друзья мои, нету, это все едино. Так вот, Пятидесятница, это с одной стороны, конечно, урожай пшеницы, но с другой стороны, это дарование десяти заповедей. Друзья мои, как вы думаете, вот, мы люди верующие, мы хотим семейные традиции. Кстати говоря, семейный праздник это серьезное дело, на этом дети воспитываются. Вот на чем лучше воспитывать детей наших, на яйцах с зайцами или на истине о десятисловном законе. Понимаете? Когда вот это говорить начинает, а это ретроградство, а это Ветхий Завет, ну тогда и десятисловный закон давайте выкинем, если нам, понимаете, мы отмечаем годовщину создания церкви и это хорошо делаем, юбилей это праздник, праздник, нам нравится иметь праздник, нравится, так если мы празднуем юбилей создания церкви, юбилей какого-то исторического события в истории церкви, кстати говоря, говоря о традициях, да, в еврейском народе вот Лагба Омер, да, у нас вот там разные годовщины тоже есть, это вот то, что праздники, как говорится, местного значения, ну, хорошая вещь, никто не воспринимает, так если мы этому придаем такое значение, как мы можем отбрасывать и отфутболивать день, в который Господь провозгласил десять заповедей, понимаете, то есть нельзя такими вещами пренебрегать, нельзя, потому что мы не сможем воспитать, и я это вижу, друзья мои, я смотрю на американских адвентистов, у меня откровенно сердце кровью обливается, как многие американские адвентисты вообще уже не понимают суть, а почему суббота, а не воскресенье, то есть люди потеряли вообще всякий ориентир, а почему потеряли всякий ориентир, потому что я хочу вам сказать, наше вероучение в христианстве является весьма уникальным, очень мало есть церквей и деноминаций, которые будут учить, что вся Библия она одинаково богодухновенно и что мы начинаем читать с книги Бытие Библию, а не с послания Павла. Понимаете, очень редко вы найдете. Есть маленькие разные мессианские группки, которые так вот открывают это, как говорится, таким вот доморощенным, самостоятельным способом, но так, чтобы целая динаминация всемирного масштаба это исповедовала, вы такое не найдете. Именно поэтому я здесь, а не где-то в другом месте. У меня достаточно было выбора, где я мог бы себя применить. Но суть в чем, я вижу людей, понимаете, я смотрю на то, как я делал выбор. У меня было друзей много, и писятников, и баптистов, и кого угодно. Но я сделал выбор на основании священного описания. И я смотрю, как многие сегодня, особенно американские адвентисты, они вообще этих вещей знать не знают. и начинают говорить что-то, и задаю им вопрос, слушай, скажи мне, вот, что ты адвентист, объясни мне? Вот, ты такие вещи говоришь мне, вот, ты мне можешь объяснить, почему ты адвентистов седьмого дня, говорит, а я вегетарианец. Понимаете? Так с таким же, если ты адвентист, только потому, что тебе нравится вегетарианский образ жизни, может тебе в буддизме будет хорошо, да, или у кришнаитов, то есть я ни в коем случае не говорю что-то против вегетарианского образа жизни, но есть же вещи фундаментальные, которые являются частью трехангельской вести, понимаете? А у нас получается не связка, наша несвязка заключается в том, что учение у нас библейское, а культура у нас протестантская, и наша культура не совпадает с нашим учением. Вот она проблема. И поэтому нам нужно, я не пытаюсь сказать, да, можно пойти в другую крайность, можно, ну, мессианские есть, я знаю, которые именно так идут. Они просто под копирку обезьянничают то, что делается у ортодоксальных иудеев, они то и делают. Вот, так, автоматически, причем присваивают этому иногда смешновато. Вот, например, я, например, считаю, что пасхальный седр это очень важный элемент обучения любого христианина принципу того, что откуда берется вечеря Господний, что это такое. Вот, я без этого просто уходят люди в фанатизм. Вот, хватит этих войны за чашу и чашечек там и так далее. Это потому, что люди абсолютно не понимают и не знакомы с тем, как Христос это делал. Вот, а иметь все просто такие вот доморощенные кустарные представления, ну и боксерские перчатки. Вот, но суть вопроса в том, да, берут мессианские, да, берут, значит, мацу. Ну, а где мацу взять? В магазине пошел, купил, не проблема. Вот, нас наш некоторый народ боится, вот, продолжают печь. Ну, можно в магазине купить, такая же точная но факт в том, что маца, она же как крекер сейчас, то есть, есть там машинка, которая делает, и там дырочки. Ну, я вас уверяю, что в тандуре, когда делали мацу в первом веке, там дырочка не могла быть. Правильно? Но, суть том, они берут эту дырочку, они берут этот кусочек мацы и говорят, о, посмотрите, в этой маце дырочки, они еще через эту дырочку глазом смотрят, как в бинокль. Я слышал такого проповедника Мессиаса, вот эта дырочка символизирует дырочки в руках и в ногах нашего Господа. Вот. То есть, здесь важно видеть именно библейский баланс, друзья мои. Важно найти правильный библейский баланс. Я понимаю этих мессианских ребят. Они тоже, я с ними согласен, им тоже не подходит вот эта православная, католическая, протестантская культура. она не соответствует тому библейскому учению. Но, конечно, нужно здесь подходить сбалансированно, чтобы все, что делалось, что мы учим, особенно то, чему мы учим наших детей, чтобы оно было основано и исходило из священного писания, а не из каких-то сказок, которые были в христианстве на протяжении средних веков. Хорошо. Давайте поговорим о типологии. Если Пятидесятница это день дарования Торы, если Пятидесятница это день, в который Господь с Израилем заключил завет, вы думаете это тип, если это тип, значит должно пророчество быть. А как вы думаете, можно ли нам найти пророчество? Вот смотрите, про Пасху мы нашли тип, это вот то, что они брали агнца, заколали косяки дверей, намазывали и начинали исход, пророк Исаия говорит об исходе и вот наша Пасха Христос заклан за нас. Окей? Есть. Пятидесятница. Вот мы нашли историческое событие, вот оно. это все, что написано у нас в книге исход с 19 по 23 главу, по 24 главы, начиная с прихода в пустыню Синайскую, Бог говорит слова свои голосом своим, заканчивая естественно тем, что вот исход, давайте посмотрим 24 главу, исход 24 глава, посмотрите, и прочитаем с 3 стиха по 8 текст. И пришел Моисей и пересказал народу все слова Господни и все законы и отвечал весь народ в один голос и сказали, что сказал Господь, сделаем. И написал Моисей все слова Господни и взял рано поутру, поставил под горой жертвенник и 12 камней по числу 12 колен Израилевых и послал юношей и сынов Израилевых и принесли они всесожжение и заклали тельцов в мирную жертву Господа. Моисей взял половину крови, влил в чаши, а другую половину, другой половиной окропил жертвенник и взял книгу Завета. Что за книга Завета? Вот те законы, которые Бог дал, да, то есть законы десятисловные 20 глава исход и дальнейшие законы 21, 22, 23 глава. Это вот первая была книга Завета. И окропил народ и прочитал вслух народу и сказали они, все, что сказал Господь, сделаем и будем послушны. Взял Моисей крови и окропил народ, говоря, вот кровь Завета, которую Господь заключил слами во всех словах сих. Вы видите, что происходит? Здесь у нас заключение Завета, то есть вот он тип, да, вот у нас описание заключения Завета, Бог заключил, то есть Пятидесятница это день, годовщина, как Бог заключил Завет с Израилем. Хорошо, а пророчество? Кто может сказать пророчество? Есть у нас еще призы, Анатолий? Не, нам нужно из пророков. В Тору мы прочитали, о, я, кажись, нашел, что вы чего-то не знаете. То есть Тору мы образ тип показали, теперь надо где-то в пророческих... не думать. Нет, нет. Мне нужно из пророческих книг. Вот как у Исаии мы пророчество нашли, должно быть пророчество. Ну, неужели никто... Нет, это не пророчество. Ай-яй-яй, ха, я вам сейчас покажу. Нет, нет, нет. Так, пока я открываю, пять, вот это будет главный приз. Кто быстрее меня скажет, я не подсказываю. Я открываю, открывается раз, открывается два, открывается три. Нет, я услышал одно слово, которое мне понравилось, но я не знаю от кого. Вот чье слово мне нужно... Нет, не Аввакума, не Захария. Еремия! Кто-то сказанул Еремия. Робко-робко. Откройте, пожалуйста, Еремия 31, 31. А, откройте, найдите, поставьте мне Еремию 31, 31, пожалуйста, покажите нам. Ну, что там у вас? Я не вижу. Уже у всех не надо нам экран, что-то там компьютер. Вот наступают дни, когда говорит Господь, когда, а, все, когда я заключу с домом Израиля и с домом Иуды Новый Завет, 32, 32, 33 текст показываете тоже. Не такой Завет, который я заключил с отцами в тот день, когда взял их за руку, чтобы вывести их из земли египетской. Тот Завет они нарушили. Помните, мы говорили, с ними Бог заключил, они сказали, все будем выполнять, но нарушили, а Бог говорит, окей, нарушили, хотя я оставался в союзе с ними. Да, то есть, но обратите внимание, с кем Завет Новый заключается? С Домом Израиля и с Домом Иуды. Друзья мои, запомните, Бог никакого Завета с язычниками не заключает. Хочешь вступить в Завет с Богом, стань частью народа Божьего. только таким образом. Тут национальность ни при чем. Тут нужно стать частью народа Божьего. Нужно отказаться от язычества. Я почему это говорю очень настойчиво, потому что есть очень многие христиане, которые находят отговорку в том, что, дескать, вот, для нас заповеди Божьи не надо выполнять, потому что мы язычники. Так вот, я вам и показываю. В Библии Бог с язычниками никакого отношения не имеет. Всякий человек, если хочет иметь отношение с Богом, должен отказаться от своего язычества. Это однозначно. Поэтому Завет с Израилем и Саудой тут не по национальному признаку. Да, вы знаете, в Израиле кто был, видели эфиопских евреев. Да? То есть они же не евреи по национальности. Они амхарцы, эфиопцы. У них язык амхарский, но они евреи. Они часть народа израильского, потому что они приняли завет, с Богом. Есть и другие. То есть тут однозначно, тут нужен завет. Тут без обрезания крайней плоти сердца ничего не будет. Так, так какой завет? Читаем 33 стих. Но вот завет, который я заключу с домом Израилева, после тех дней говорит Господь. вложу закон мой во внутренностях их и на сердцах напишу его и буду им Богом и они будут народом моим. Куда закон вкладывается? В сердце. А где он был? На скрижалях, внутри ковчега, внутри святого святых, внутри скиней, внутри святилища. Понимаете? То есть раньше было так. Кстати говоря, сегодня на субботней школе затронули вопрос о самарянке. Она Иисусу задает вопрос. Вот где поклоняться Богу? На этой горе или в Иерусалиме? А там у самарян интересно. Иосиф Флавич в своей книге исторической пишет, что был один такой человек по имени Санавалат. И значит там была такая история, что один из братьев первосвященника хотел стать первосвященником, у него не получилось, и он убежал к самарянам и построил им там этот храм самаритянский, и они там устроили поклонение Богу себе. Так Иисус самаритянке говорит, Иисус самаритянке говорит, обратите внимание, покажите нам, пожалуйста, Иоанна 4 глава 22 текст и ниже. Вы не знаете, чему кланяетесь, а мы знаем, чему кланяемся, ибо спасение от иудеев. Но дальше он говорит следующее, «Но настанет время и настало уже, когда истинные поклонники будут поклоняться отцу как? В духе истины». То есть, вы видите, Иисус вторит пророчеству, которое Еремия говорит о том, что не на скрижалях будет закон, а на сердцах, в духе истине. Обратите внимание, как это исполняется. Откройте, пожалуйста, 1 Коринфянам 3 глава и 21 текст. Извините, 16 текст. 3 глава 16 текст. «Разве не знаете, что вы кто? Храм Божий. И кто живет вас? Дух Божий живет вас». То есть, вы видите, что получается? Вы видите, что такое Новый Завет? Вы видите, что такое Пятидесятница? Кстати, когда Дух Божий стал жить в нас? В день Пятидесятницы впервые. То есть, что произошло, друзья мои, в день Пятидесятницы? Это описано во второй главе книги Деяния апостолов. Фактически, Дух Божий, Слава Божья из храма переместилась в сердца. То есть, вот это здание физическое храма, оно свою функцию выполнило, а теперь всякий верующий является Божьим храмом. Понимаете? То есть, вот это Пятидесятница, вот это типология, вот это Новый Завет. Кстати говоря, почему с Израилем и Саудой? А кто были первые, кто принял на себя Духа Святого? Это были двенадцать евреев, которые сначала не поняли, почему их учитель, раби, оказался убиенным. Потом до них это все доходило в течение сорока дней, пока Иисус им являлся. Потом они объединились, и по обетованию Иисуса пришел утешитель. Так а что дальше произошло? С помощью этого утешителя они провозгласили весть всем паломникам в Иерусалиме, иудеям набожным, и эти иудеи набожные, из них три тысячи сказали, что нам делать мужи-братья, и они крестились. Так с кем заключал Бог Новый Завет? Он заключал с Израилем и Саудой, это были евреи. Вопрос, а как образовалось дальше христианская церковь, что в нее попали не только евреи? Давайте посмотрим Деяние 11 глава. Покажите мне 11 главу и 19 текст. Здесь рассказывается и говорится следующее. «Между тем рассеявшиеся отгонения после Стефана пришли до Финики Кипра и Антиохии и никому не проповедуя слове, кроме как иудеям». Но дальше читаем следующее слово. «Были же некоторые из них кипряне, киринейцы, которые придя в Антиохию, кому говорили? Элленам благовествуя Господа Иисуса Христа». То есть кто говорил элленам? Это были евреи из Кипра и кириней, которые донесли Слово Божие уже до неевреев. То есть вот эта Пятидесятница, друзья мои, посмотрите, что мы с вами доселе узнали? Мы с вами узнали, что фактически Левит 23 глава, первые стихи про Пасху и Пятидесятницу, они нашли свое буквальное исполнение в событиях, которые произошли 1984 года назад. То есть книга Левит очень конкретно нам рассказывает в 23 главе основные вехи плана спасения. Вот у нас смерть и воскресенье Иисуса. Это Пасха и потрясание снопа. Вот у нас Новый Завет, от которого начинается распространение христианства, Евангелия по всей вселенной. Если Пейсах указывал на Голгофу, то Шавуот указывал на события и исполнился в событиях Деяния 2 глава. Видите, насколько универсально нам рассказывает книга Левит. Ну, давайте посмотрим про последний праздник урожая про праздник Суккот. Давайте посмотрим с 34 главы. Исход 23 глава, 34 стих. Вот 34 стих. Да, прочтем. Опять мы возвращаемся в Левит, 23 глава, 34 текст. Скажите нам, Израилю, с 15 дня того же седьмого месяца праздник кущий семь дней Господа. То есть, вы видите, первый день месяц это весна, март-апрель, семь дней Пасхи и последний месяц это осень и тоже семь дней, но это кущи. Праздник Господу. Этот праздник в буквальном смысле так и называется праздник. в первый день 35 текст священное собрание никакой работы не работайте. В течение семи дней приносите жертву Господу. В восьмой день священное собрание да будет у вас приносите жертву Господу. Это отдание праздника. И вот 39 текст еще нам рассказывает дополнительно. В 15 день седьмого месяца, когда вы собираете произведение земли, вот, кстати говоря, 15 день седьмого месяца начнется завтра вечером. в первый день извините, празднуйте праздник Господень семь дней. Первый день покой, восьмой день покой. В первый день возьмите себе ветви красивых деревьев, ветви пальмовых деревьев, ветви широколиственных деревьев и верб речных. Вот смотрите, вот эти ветви, красиво они даже запечатали. Вот, это у вас широколиственные, это верба речная, то есть это у нас пальма, это у нас мирт, это у вас верба, это называется лулав. Лулав. Вот. И к нему также присоединяется лулав. Это не лимон, это этрог. Это этрог. Вот, то есть да, это ситрон. Да, то есть для ортодоксальных иудеев вот они берут лулав в правую руку, этрог в левую руку. И вот они это потрясают перед Господом на четыре стороны земли. То есть это такая как бы традиция. этого мы делать не будем, но это вот то, что на праздник об этроге сказано в параллельном месте в книге чисел 29 глава плоды деревьев. Вот это плоды красивых деревьев. Да, а вот, да, плоды красивых деревьев. праздник и празднуйте в праздник Господень семь дней. 41 текст. Это постановление вечное в роды ваши. В седьмой день месяц празднуйте его. В кущах живите семь дней. Всякий туземец и израильтянин должен жить в кущах. Так что куща стоит можете пожить. Для чего 43 текст? Чтобы знали роды ваши, что в кущах я поселился в израилевых, когда вывел их из земли египетской. Вы понимаете? То есть почему куща сделана так, как сделана? Потому что крыша кущи должна быть такая, чтобы было видно звезды. Потому что дефицит материалов был. То кущи это событие, да, вот смотрите, как у нас идет. Пейсах это выход, шавот это приход на гору Синай, а кущи это сорокалетнее странствие по пустыне, то есть народ жил, то есть это воспоминание о странстве по пустыне, с какой целью странствия. Куда они идут? В обитованную землю. Пришли? Давайте посмотрим. Опять же я задаю вопрос. Если есть тип, если этот праздник тип, чтобы был антитип, должно быть пророчество. А как вы думаете, есть ли в Библии в пророческих книгах пророчество о кущах? А ну придумаем, скажите. Нет, так я спрошу, где? Это сложнее. Я сам долго думал, где оно есть. Нет. в Исаии. Большая книга. Я говорю, я читал Исаию уже много лет, но где пророчество о кущах, я только обнаружил в этом году, что это оказывается пророчество. Откройте четвертую главу книгу пророка Исаии. Правильно. В тот день отрасль Господа явится в красоте и чести и плод земли в величии и славе для уцелевших сынов Израиля. Вы видите, отрасль от Господа это одно. Мы знаем, что такое отрасль, но есть еще плод земли. Это поэтому праздник плодов. Все правильно. Читаем дальше. Тогда оставшиеся на Сионе и уцелевшие в Иерусалиме будут именоваться святыми, вписанными в книгу для жития где? В Иерусалиме. Тогда Господь омоет скверну дочерей Сиона и очистит крови Иерусалима из среды его духом суда и духом огня и сотворит над Господь над всяким местом горы Сиона и собраниями ее облако и дым во время дня и блистание пылающего огня во время ночи ибо над всем чтимым будет покров и шатер вот это вот сука здесь употребляется шатер для осенения днем от зноя и для убежища защиты непогоды дождя то есть в чем здесь написано нам написано о том кто такой отрасль от Господа то есть что Мессия придет впишет в книгу для жития в Иерусалиме и те кто в Иерусалиме в книгу те у кого знаете как в старые времена прописка была да то есть Мессия всех пропишет в Иерусалиме и когда все кто прописаны в Иерусалиме будет построена на большая куща 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 шалаш шатер хорошо а исполнение где новозаветное исполнение но это я думаю вы сразу догадаетесь какая глава какая книга откровение 21 глава второй текст покажите пожалуйста и третий и я Иоанн увидел святой город Иерусалим новый сходящий от Бога с неба приготовленный как невеста для мужа своего и услышал я громкий голос с неба говорящий сескиния куща Бога с человеками он будет обитать с ними они будут его народом и сам Бог с ними будет Богом их и отрет Бог всякую слезу сочей их и смерти не будет уже плача вопля болезни не будет ибо прежнее прошло вот он праздник кущей оказывается вот оказывается ради чего мы тут фрукты выкладываем и кущу строим понимаете от исхода до входа в обетованную землю левит 23 глава от голгофы до новой земли и нового неба это исполнение вот оказывается почему эти праздники господни вот эти три урожайных праздника они не просто еврейские как вы видите в них много глубокого смысла показывающего нам где мы находимся смотрите мы с вами уже прошли пятидесятницу но суккот настоящий еще не настал да а в какой праздник мы живем об этом мы поговорим завтра вот я специально эту тему пропустил чтобы сегодня объяснить что же мы празднуем что это не просто праздник урожая ну а завтра нам нужно объяснить и понять ведь там же пророчество интересное бог смоет скверну с дочерей сиона так звучит пророчество правда то есть как это происходит то есть построение вот этой кущи бога с человеками невозможно без того чтобы бог до этого не смыл скверну и завтра мы будем говорить как же нам получить прописку в новом Иерусалиме поэтому если есть ваше желание быть вписанными в книгу для бытия в новом Иерусалиме я приглашаю к молитве всемогущий Господь видя какие важные уроки преподал ты нам через твое учение в торе твоей где ты объясняешь нам о твоих великих праздниках мы не можем не восхищаться красотою твоего плана спасения помоги Господи в этом нам увидеть надежду для себя надежду на то что мы окажемся в этом новом Иерусалиме где не будет ни смерти ни горя ни страданий ни болезней Господь приведи нас туда мы просим тебя во имя твое аминь спасибо спасибо